Делегация в составе шести человек из сербского города Побратима Сремский-Карловцы прибыла в Сергеев Посад 21 декабря вечером. Гости из Сербии, учащиеся гимназии в сопровождении преподавателя русского языка. В Сергеевом Посаде они проведут почти пять дней. Ну и как вы настроены на программу? Программа насыщенная. И мы с удовольствием будем принимать участие во всех тех мероприятиях. Вы знаете, мы одного боимся. Вы сейчас насмотритесь у нас в лавре, да? Потом съездите в новогоднюю Москву, вы уезжать не захотите? Это возможно, вполне возможно. Наши дети из православной гимназии тоже побывали у вас когда-то в гостях. И вот это такой ответный визит, несмотря на то, что сложные условия стали в России. И тем не менее удалось организовать в вас приезд. Я просто искренне благодарен администрации города за то, что они нашли возможность. В ходе беседы девушки пояснили, что многие из них впервые посетили Россию, а также сказали, чем привлекателен для туристов их родной город Побратим Сергеева Посада и гимназии, в которой они обучаются. Большая библиотека, которая очень-очень важна сербскому народу, потому что там находятся драгоценные книги. Также есть разные церкви, например, Верхняя Церковь, Нижняя Церковь, Собор Святого Николая, который очень красивый, очень богато украшен. Администрация Сергеева Посада подготовила насыщенную культурно-экскурсионную программу для гостей Сербии. Им предстоит увидеть районные достопримечательности и столицу, а также пообщаться со сверстниками и педагогами гимназии Альбинского. В четверг участники делегации примут участие в церемонии зажения главной городской елки на Советской площади. В завершении приема исполняющий обязанности главы администрации Сергеева Посада Юрий Потягин вручил гостям подарки – изделия мастеров Богородской фабрики. Татьяна Слашенко, Алексей Галкин. День города.